Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Here we are. Yes, yes. I'll teach. Еблисей. Сливка, ебт, привет. Ждем зеленого. Ждем зеленого и выходь. О, Россия, здорово. Free flow. О, Алексей, у тебя свободный flow? Как, насколько он свободен? Если выбирать между... Не знаю, между кем и кем. Че достучаться? А, ты че-то мне там написала? Давай мне тут распиши. Давай при всех, пацанах. Че-то мне в личку там что-то что-то... Какие-то базары, какие-то бизнесы. Давай, пиши здесь. Слышно меня вообще так? Ян Мркс начал слушать. Да, спасибо. Спасибо. Посмотрим, как будет видно в лесу. Думаю, что плохо. Добрый вечер. Витаем. Давайте, давайте, ребят, поинтереснее вопрос, чем как жизнь. Как жизнь можно вот этих собак спросить, которые мимо меня проходят? Бля. Бля, не сумела рассчитать ракурс и показать собак. Да, как вам чисто эпизодики про Роберто Карлоса? Это, между прочим, годичный из давности видос, который я сейчас почему-то решил смонтировать. В честь, видимо, чемпионата. Матчи хорошие. Я поставил лайвы на победу Португалии. И проиграл. Я провожу трансляцию, которая посвящена выходу видео на Ютубе. Если вы не посмотрели, заходите на мой Ютуб-канал, посмотрите новый выпуск рубрики. Чисто эпизодики, посвященный Роберто Карлосу. Что посоветуешь почитать летом? Ну, слушай, вот посоветую Марину и Аркадия Диченко. Почему? Потому что зашел недавно к Шуму, а не Трючок. Не, слишком темно, в пизду. А у Шума Трючок, Медный Король, хороший трек, посвященный... Не посвященный, он написан по мотивам как раз творчества Марины и Аркадия Диченко. Я у них читал Пещера. Это неплохая антиутопия. Но там антиутопия это просто подставка под сюжет. То есть там не про злое государство, там просто интересная коллизия, связанная со снами. Вот много реверансов в сторону всяких осознанных снов. Поэтому Диченко, Пещера. И что-нибудь еще наугад у них. Мне кажется, они интересные чуваки. Учился я в Воронеже на филфаке. По сути, я могу делать вид, что я прочел какой-то вопрос. Это должен быть какой-то громкий вопрос, чтобы потом тайм-коды были громкие. Например, Путин, а Путин, Путин, как отношусь к Путину, не могу точно сказать. Все, тайм-код Путин есть. Уже более просматриваем. У меня тут сейчас друзья приехали из Италии. Они были в каком-то маленьком городке и жрали артишоки. Ребят, ели ли вы артишоки и что это такое? До мира, здорово. Блин. О, а Йонзи. Абсолютно. Нет, а Грица я не слышал. А Мадан Грицацуев я только слышал. Из классической литературы. Да читайте Евгения Онегина вообще. Вполне себе. Так, отлично. Как Каперса. Что такое Каперса? Не, я думаю, что Испания более благоприятна для нас соперник, потому что, как ни крути, одной какой-то суперзвезды в Испании, ну, наверное, нет. Ну, есть Иско, конечно. Может быть. Ну, и в основном проще сдержать будет, чем Роналду. А у нас очень слабая защита именно. И она очень такая отчаянно-внезапная. То есть, Кутепов захотел, сыграл хорошо, успел, что-то там отнял. Не захотел, просто коряво вынесла. С Роналду это не позволительно. У нас же организованный оборон. А Испания, ну, мне кажется, Косло, например, забил этим иранцам, просто потому что буквально ему мяч в ногу попал. То есть, он какой-то суперзвездный чувак. Думаю так. Поэтому Испания, как бы, наверное... Ну, и Нест, и Нест тоже, говорит, центр поля. У нас центр хороший. Посмотрите, что делает Зобнин, как он носится по всему полю. Да Дзюби, что Рамос, что Пилорамос, это все-таки неважно. Перепилит. Судить насчет фрешблада, судить не знаю. А, да, судейство фрешблада, Таймко. А по поводу судейства фрешблада... Я не знаю, меня не звали, я, конечно, буду рад, но... Посмотрим. Пока я сходил, посудил РБЛ, кстати. Вот, и там был один из лучших батлов года. Прямо... In front of me. Мовец. Против керамбита. На данный момент один из лучших батлов года. Может быть, это был эффект присутствия. Посмотрим на видео. Но вот так вот по ощущениям моим батлов года. Ждите. Здорово, Барбер Аршурович. Ты где барбируешь? Где-нибудь похоже, да, в Хорватии, судя по фамилии. Маниту. Батислав Стелепович. Малый гуляй. Еее. Еее. Пошел нахуй отсюда. Здорово, Белокоз. Блин, давай, может, стрижка на выезде будет заебись. Приезжай в Питер. Можно ли постричь человека в вагоне поезда? Слушай, я вчера думал про победителя фрешблада. Я думаю, что это что-то будет, наверное... Ну, я думал, что это будет неожиданное, потому что плей-офф и вот эти вот неожиданные... Точнее, как плей-офф матчи, они во всех фрешбладах были непредсказуемые. Вот. Может быть, это играла роль просто дистанция. Поэтому все фрешблады, ну, кроме, наверное, третьего, выигрывал не самый вот ожидаемый, а какой-то либо темная лошадка, либо, как в случае с Хосом, либо чувак, который экономно доходил потихонечку до победы, как в случае с алфавитом. Но здесь же будет система по очкам, и можно, допустим, там, выдать блестящее начало, специально сознательно сэкономить на середине и выиграть конец. Ну, короче, не знаю. Я думал, что... Блин. Сложно сказать. Короче говоря. Ну, мне кажется, что по такому закону, который часто бывает на баттлах, когда все ждут от сильного победы, это не сбывается, что ПМ не возьмет. При всем моем респекте кладу. Чисто из-за закона подлости, мне кажется, он туху не возьмет. Но, как бы, все может быть. В любом случае, смотреть на него всегда охуенно. Вот. А так, блин, ну, мне кажется, что вообще может Браги, если Браги сэкономит грамотность силы, он может за счет своей непредсказуемости абсолютно просто уже к концу, когда, возможно, уже приедятся в стиле чуваков людям. Да, и там, Паландропову, допустим, ему предстоит писать на таком уровне 6 раундов, это очень жестко. Тем более для человека, который вообще, в принципе, никогда до этого не связывался серьезно с творчеством, да. То есть, Паландропов, он буквально вот hour of the blue из темноты вышел. Поэтому, хуй знает. А Браги, вот он нестабильный, но, мне кажется, он может. Бови, блин, может и Бови, кстати. Если Бови придумает, чем удивить еще. Потому что, мне кажется, тоже один этот одинаковый напор может в случае с Бови приесться. Пока это всегда круто. Бови как по маслу всегда заходит. Любой публике. Он просто даже не дает шанса ей опомнить. То есть, он настолько четко выгоряет заранее текст и исполнение, что он вообще не делает в голове пауз для возможной реакции зрителя. То, что очень многих губит. Когда заранее репетируя свой текст, представляешь, так, ну здесь будут овации, может случиться что угодно. И вот Бови этого избегает. Это круто. Это как-то растепенная черта, но... Раз уж мы о батловой аналитике заговорили, почему бы не покопаться? Да, я отвлекся от ваших комментариев. Чуваки, сейчас пять минут мне все обвинять, что ты меня игноришь. Летай, блин. Летай крутой, но... Мне кажется, он не возьмет. Мне интересно будет посмотреть, вырастет. Что во втором раунде он выдал интересный пассаж. Очень лично такой, искренне, искренне себя подкупает. Может быть, он пойдет, что-то придумывает. Бля, пошел, конечно, я по охуенной дороге просто. Какие-то заборы, гальки. На меня едет какая-то машина. Я должен сохранять равновесие и снимать. Очень похоже на что-то из выпуска новостей, да? Как девка делала селфи над карьером, блядь. Так. Передавай привет. Спасибо, очень, блядь, содержательные комментарии. Да, ставка не зашла. Зашел голос Уареса сегодня. Ну, я чуть-чуть ставил вообще копейку. Я сейчас работаю над несколькими композициями, текстами. Очень много всего. Будет что-то надбит маризматика, видимо. И что-то будет самодельное. Handmade. Handmade. Handделание руками битов с нуля. С настукиванием по столу. И последующей квалифицией этих настукиваний. Меня это очень увлекло сейчас. Квартирник в июле будет. Квартирник в Питере будет. Я просто тусую на районе. Неспокойно сегодня на районе. Я сказал бы насчет РБЛ, что по сути это... На РБЛ я видел один из батлов на данный момент года. Акапельных. Вот. Мне кажется так. По нокауу. По подоплеке. Это было. Это наша гордость. Река Купченко. Смотрите. Дымится от своего превосходства. Просто уже. Дымится. Просто. Ах. Говорит, что я мол горяча как. Олд черт. На районе слезы льют. Слезы льют. Но в основном небеса. Пропс. Пропс. Мой мига Тимофи. Тимофи Лири. Да, насчет акапельных батлов я поменял мнение. Я как-то говорил в истории, что... На самом деле... Ну, какой-то кульминации уже мы вряд ли дождемся, но... Некая... Такая... Плодотворный год, в общем, нас ждет. Очень интересно, да. Мы с испанцами играем. Ну, что там еще вы придумаете? Да, я почитал сегодня историю волки. Я думаю, что он красавый и все у него будет хорошо. Приезжаю на Академку. Да, искупщины самое время поехать на Академку. Я бываю на гражданке периодически. Вот вчера мы буквально там писали. Писали. На домашней студии. Если вас интересуют эти записи в Петербурге, пишите там в историю, я вам подскажу. Хоум студию и не хоум студию тоже. Вновь на фоне легендарной Курченко. Не, футбол я особо не смотрю, кроме чемпионата мира. А так я играю. Завтра играю с утра в футбич. Стараюсь играть раз в три недели. Прочищать башку. Но пока получается, что-то сбавились темпы. Только повторно. Где ты живешь? Не, через Аберто то я, то менеджер. Россия, Уругвай. Ну, я считаю, что это будет такой, пусть это будет холодным душем для наших слегка подбронзовевших ребят. Они будут играть по собраннее, потому что, в общем-то, даже будучи в меньшинстве, играли все равно хорошо. И все было нормально. Потом будем надеяться, что это их только взбодрит, потому что, ну, с нашей сборной так всегда и бывает. Только нам стоит чуть-чуть что-то у нас хорошо. Тут же какой-то вот национальный менталитет, что ли, или что-то в этом роде. Сразу обязательно расслабом пошел. В натуре висит? Хуёво. Блин, ну это потому, что это 4G, наверное. А может здесь какие-то проблемы? Нет, мне пока что все нормально. Давайте попробуем пойти дальше. Может, вожать здесь. Это же есть замечательный анекдот Юрия Никулина. Я не помню там детально, но заканчивался он тем, что русский, чтобы избежать какого-то плена, говорил «Пни мне по жопе сначала», кому-то говорил. Вот его пнул, и он потом что-то делал. И мол, что русскому человеку надо начать лепинок под жопой, тогда потом уже что-то будет. Здорово, Роман. На улице бывает подходит, это всегда очень забавно. Ты идешь, обгоняешь такого вальяжного мужика, такого с пивчиком. Вот. А на следующий тут, типа, они такие узнают, фоткаются. Вот. И как раз ты его вроде обогнал, но пока фоткаются, он тебя опять догнал. Тебе надо опять идти, и он стоит на тебя смотрит. Что это такое? Забавно. Салфи, да, может, что-нибудь будет когда-нибудь конкретных планов. Не. По поводу смоки-мо. О, интересный вопрос. Советую всем слушать композиции «Лес», «Обречение», «Проклятие Дворецкого». Вот, наверное, ну, не самые три топ, но такие вот, которые в голову пришли, я в свое время прям очень кайфовал, даже сейчас могу переслушать с удовольствием. Там есть какой-то иррациональный вайб фэнный трек. «Толугбаев», официально. А точно? Или вы фейк Толугбаева? «Мне нужно проверить». «Трека» стоила, господи. Я думаю, что... Я, конечно, поищу, если мне напомнишь фричку. Я напоминаю, что трансляция посвящена выходу нового видоса на YouTube, смотрите. Чисто футбизорики. Я пишу в поддержку своих этих типов, которые занимаются iTunes'ами, Яндексом и прочим. Мне обещали разобраться с Яндексом. «Алстич» ты снимаешь на аналог, что это значит? На VHS ты имеешь в виду или что? Пиши тоже сюда, в «Директ». Что, у меня небольшой акапельный набросок. Я сейчас пытаюсь воплотить в жизнь. «Не горячий сердце, еблан. Она ведь не подходит нам. Иные гаммы о мадам. Не-не-не, среди голограмм. Она льется, будто среди джеков, благородный полугар. Хоть я и выбирал наугад. Сколько там живет одна любовь в три года? Но доживает по двум разным углам. С кем быть, с кем? Быть не избить с кем. Будь не резьба. Исправна и весьма. Не отравлена весна. Ощущением, что не стали все бледнее, чем переста. Перед кем охота, чтобы не линейно заблистал. Твой стайл. Улетали над почленами уста. Шерше ля вайп. Любовь это фристайл. Здорово, супа миля. Здорово, Валентина. А, да. Валентина Боди не здорово, а спасибо за ее. Кстати, у нас с Хайден, по-моему, была... Точнее, к нам кто-то подходил сфоткаться, когда он был на... Фрэш Бладе, на ивенте Фрэш Бладе, на котором я был. Был Хайден, сфоткались, поговорили вообще. Вот. Я бы с ним пообщался, тет-а-тет. Наверное, так сложно, когда стоишь среди батлов. Батл рэперов. И челяди. И батловые челяди. О чем ты разговариваешь? Я шучу. Это. Вот. По поводу Хайда. Я же на самом деле тысячу лет там просто про него знал. И он для меня в каком-то смысле... Был период, когда был одним из любимых русских рэперов. Я очень следил за седьмым батлом. Официальным хип-хоп-ру. И мне очень нравился трек из шестого батла. Послушайте, кстати, довольно прикольный трек. Шестой раунд шестого батла. Если вбить две цифры шесть и мистер Хайт, думаю, что вы найдете. По-моему, тема раунда была «Приключения Шурика». Вот. И там есть в конце прикольный такой кусочек. Закончились приключения всех тех, кто попал на вертел. До них нет тел, тел, да нет техники, но вы мне не вертите. Что-то такое. Вот. Хороший тайм-код про Хайда еще в копилочку добавили. Да, да, спасибо. Наращиваем, наращиваем тайм-кодовое мясо. Е-е-е, харяга. Девчонки, делайте харягу. Тут мой рэп-шняга. Я иду по району, боюсь встретить какого-то магу. Я мараю бумагу. Ребята, какие-то испарения из Купченко ведут. Есть бифы? Да, сейчас у меня биф с тобой. Твоя мама была мой ковбой. Я был ее лошадью. Я взял ладью, когда мы играли с тобой в шахматы и сломал тебе хребты. Да, у тебя был не один хребет. У тебя был второй, теперь его нет. Как тебе, Локи? Я надеюсь, ты про Лок Дога? Прекрасно. Я тоже помню, следил за его батнами. Причем, меня всегда больше всего поражало, что мистер одного года рождения. Но он уже, когда мне было 19, я тоже выглядело, как будто ему 25. Что-то тут нечисто. Блин, мужик, прости. Я думал, ты, я думал, ты ультимейт 626. А ты 666, к тебе нет вопросов. Но у меня просто сейчас биф с ультимейтом 666. Ой, 626. О. Бачо, фотык. Ты фукушный уидиот. Блин, мы проходим опасную, мы проходим опасную, чувствительную купшинскую зону. Счетчики Гейгера трещат. Поэтому потерпите, немножко лагает поэтому. Насчет Red Doll. Мы тоже виделись, поговорили о фите, но сложно подобраться, потому что как-то мы очень отдалились друг от друга по пониманию хип-хопа. Что с одной стороны, ну не то, что по пониманию хип-хопа, а скорее по звучанию, да. Поэтому, ну а что-то общее осталось. Так что, с одной стороны, это хорошо. У нас сейчас разное видение, разные приемы в ходу. Разное звучание. С другой стороны, надо будет подумать и нащупать почву какую-то общую. Хотя я вполне залетел бы на какой-нибудь его биток. Почему нет? Привет чебоксарцам. Чебоксарцы, ребята. Вот если есть в России народ более великий, чем... чем якуты, Ну, конечно, это чебоксарцы. Мобил у меня Samsung A5. Предлагали ли на Versus поучаствовать? Да посмотрим. Пока конкретных предложений. По поводу Нигарекса. Да, Нигарекс будет на 140 гпм. Я жду чего-то необычного. Вообще, конечно, Игорь большой пример для всех нас. От того, как нужно уметь искать, меняться и бороться с инертностью, короче. Потому что Нигарекса из абсолютной глуши. Человек при этом приехал в Питер. Вначале занимался стандартным таким рэпчиком. Бухал, курил. Потом начал потихоньку переформироваться. Проходил очень многие стадии. И как-то даже он в свое время изучал учения Левашова. Есть такой странный чувак. Вот. Который говорит странные вещи. Но вроде он от этого потихоньку отошел. И пришел к более такой здравой, гармоничной картине мира. Стал батьком вообще. У меня к нему только респект. Тысячу лет с ним вообще назад познакомились. Еще во времена первых рэшбадов. Сразу как-то прям показалось, что мой человек... Про него есть пиздатая история, когда он настолько напился в своей юности. Еще вот там в Гришковке или где-то, где он жил. И он вышел на сцену клуба маленького. Так вот бухучий. Взял так микрофон и сказал. Вы. Вот вы все. Вот все вы, блядь, которые тут сидите. Пошли вы все нахуй. Насколько у человека под алкоголем бывает зреет. Вот это вот ощущение, что, блядь, это все из-за вас. Что вы тут прям все идите нахуй. Не конкретно вот ты. Просто вы все. Да, посторонняя неполная версия будет. Я там что-то перерабатываю, перелопачиваю. К шуму. Отлично отношусь. Мы на днях списались. И мы списались далеко не о футболе. И мы списались далеко не о... Зачем еще могут общаться рэкеры? Жонглирование. Нет, не жонглирование. Новый трек. Если ты мечтешь, что что-то еще после Медного Короля, то, наверное, я пока не видел. Надо посмотреть. Мне импонирует флоу шума. Я делал даже в нем отсылку на его строки в баттле с диктатором. Как вы знаете. Надеюсь, вы считали их. Конечно, я знаю про Сектор Газа. Я не очень много его слушал в детстве, но помню под песню «Теща моя злая свинья». Мы кайфовались с чуваком. Сектор Газа у него есть, в отличие, напоминаю, от Ленинграда. Ну, от современного Ленинграда. Какая-то вот сквозит действительно экзистенциальная какая-то тоска или что-то такое. Блэд, пошел ты нахуй уже. Вот. То есть вроде бы вот песня «Теща моя», он вначале поет «Теща моя хорошая, она меня кормит», а потом все равно даже это не способно примирить такое вечное противостояние «Теща моя злая». «Теща моя свинья». И в этом вот что-то есть такое вот худоражащее. Извечные кармические враги. Ну, нет, не всегда, конечно. У меня в жизни все мои потенциальные тещи были вполне себе. Ну, и как можно не любить, будучи зрелой, опытной женщиной вот этого человека? Вот этим, блядь. Это не столько брызь, сколько шишка. Я уебался, блядь, головой. А в дверцу шкафа, блядь. Сейчас открыл шкаф, что-то там уронил, поднял, уебался. Ну, просто, блядь, неплохая схема. Неплохая схема. Зато там, блядь, обсуждение. А высокую головой уебался, блядь. Про Коли Суперчистого, блин. А что про Коли Суперчистого? Не знаю, интересно, кстати, его повидать. Интересно, вышел ли его батя из тюрьмы, или все-таки это, он и не было никакого батя. Но это, конечно, было супер. Как, я не помню, я рассказывал, я в первых эпизодиках, как Коля, когда я слышал, что фильм с Брюсом Ли выходит. Он просто, он в среднем матче бросал мяч, он ведет мяч, он просто. Out we go просто. Фильм с Брюсом Ли по телеку. Идите нахуй, какой футбол. Колян, бля, ты даст пять на пять. Да, алфавит будет камбочить. Я не могу поручиться, но я думаю, что это очевидно. Он не из тех, кто забивает хуй. Окей. Окей. О, меня просят передать привет Архангельску. Ты что, считаешь, что в таком городе, как Архангельск, я могу передать привет бесплатно? Ты видел город вообще? Ходил, как смотри. Нет, я понимаю, это город, подаривший миру Бови, но... Нет. Ну, конечно, не так много стоит привет Архангельску, как привет Саратову, например, или прости господи Оренбургу. Ну, а тоже, знаешь, донат нужен какой-то. А, алфавит уже камбэкнул. О, здоровый мужик, кстати. Вы слышите? Судьба моя жить близ железнодорожных полотен. Воронеж жил на Фриде Хэнгельс 2. Проверяйте. Квартира 1. Охуенная. Было место. Легендарий. И там прям вот от окна первого этажа моего дома было метров, я так полагаю, сто. Даже для полотна это была уже, это был ваканс. Киев, ну ладно, Киеву, чисто за счет украинок. Самых красивых женщин мира. Казахстану, да-да, привет. Казахстану? Хм. Я еще не бывал в Казахстане. Кому всему Казахстану не смогу. Но от Ирау и Жасказгану, большой привет. Сука, ты не унимаешься, блядь. Просто капслоком Казахстану привет, Казахстану привет, Казахстану привет. Как к Казахстану относишься? Знаешь, у меня очень сложное отношение к Казахстану. А, нет, хотя подожди-ка, оно простое, его нет. Ну, хорошо отношусь, наверное, да. Не, Казахи, я знаю много Казахов. Ну, я что-то много, но знаю Казахов, они все припомнят. Ты много потерял, тебе нужно купить книгу «Русский современный медианеймдропинг». Ты можешь сказать у меня, там коллективное авторство. «Русский современный медианеймдропинг», там все-все-все вот имена, которые появляются в Инстаграмах, Ютубах, все вот. Там девиз «От Ивангая до Чухрая», потому что Чухрая тоже начинающий блогер, режиссер. Это бастард Чухрая такого. Ну, ты понял. Который там что-то там, «Ирония судьбы» и какие-то еще блокбастеры. «Приезжай в Витебск». Мы, кстати, около Витебска въебались как-то. Блядь. Это было так смешно. Антон Патрачи ДФЛ, который известен своей эксцентричной манерой вождения автомобиля. Вот. Много рассказывает за рулем, что-то там всегда очень эмоционально. И вот тогда еще недолго, по-моему, водил. Был небольшой опыт. И там была сложная какая-то развинка неподалеку от Витебска, по-моему. И сзади еще сидевший, дай бог памяти, какой уникнейм у чувака. «Приезжать». «Забыл». В общем, какой-то малый тоже, блядь. Сука, я забыл его имя так тупо. Я с ним есть фит. Шок, чувак. У меня с ним есть фит, и я забыл его имя, чувак. Прости. Он говорит «Направо! Нет, налево!» И в этот момент нас сбоку подрезает какая-то хуйта. Мы ехали на концерт. Когда я знаю Атырау, мне оттуда привозят каждое утро свежий хлеб. В Кыргызстан. Вот это интересно. Я не представляю, что такое происходит в Кыргызстане. Еще у меня есть подруга, она из Таджикистана. Нет, из Туркменистана. Это странная, закрытая страна. Там тоже интересно было бы оказаться. Ладно, я помчал. В общем, спасибо большое за Translation, Imagination, Life is your creation.